Небольшое вступление к этому ролику. Здесь не будет находок, находок от которых загораются глаза и начинают трястись руки. Вы увидите коп как он есть. У многих под влиянием разных соцсетей и видеохостингов сложилось обманчивое мнение о том, что каждая поездка в лес или поле это обязательно находки. Многих я разочарую. По моему личному опыту из 10 поездок одна дверь выходит удачными. Удачными я имею ввиду действительно интересные находки, хотя у каждого копыря это понятие разное. Сейчас я не говорю о моральном удовольствии. Для кого как, для меня любой выход в лес это предчувствие, ожидание чего-то. Ведь как известно, путь цели порой интереснее и увлекательнее конечного результата. А в поиске никогда нельзя даже представить конечную цель. Ну да ладно, что-то я расфилософствовался. Хотя мне действительно было бы интересно узнать ваше мнение об этом ролике. И стоит ли вообще выставлять такое пустое видео в YouTube. Ну а теперь всем, кто остался у экрана, приятного просмотра. Всем привет. Привет моим подписчикам, людям увлекающимся копом. Надеюсь, кто зашел нечаянно, подпишется на мой канал. Очередной наш выезд. Как видите, весна еще не очень пришла на Кольске. Ну, начинаем поиск. Ну и вот первый не очень презентабельный сигнальчик. И вот видно гильзочка. По-моему, это ракетница. Ладно, будем надеяться, что нам сегодня сопки подарят какие-нибудь хорошие находки. Идем дальше. Да, пока месть везет только на стрелянные ракетницы. Да, и тут в избытке и всяких железок. Типа вот такие вот. Голова от мина. Эть, дофига. Ладно, идем ищем, смотрим. Продолжаем ходить. Какая-то круглая хреновина нарисовалась. Не знаю, что это. Сейчас откопаю. Как бы не снаряд какой-нибудь. Сейчас откопаю, покажу. Да, это оказался снаряд. Судя по тому, что нет насечки. Не прошедший канал ствола. Ну и да ладно, пускай лежит здесь же. Мне такие подарки не нужны. Пускай останется кому-нибудь. Может пригодится. Идем дальше. Ай-яй-яй, какая красота погибла. Двуглава орел, тарелка. Пол блиндажа горелый, все в углях. Поперла разбитая посуда. И вот такая вот красота. Но, к сожалению, разбитая. Остатки какого-то камина. Кирпичики, как нарисованные были. Угля дофига. Всякая жбонь. Выключатель. Не работает. Ладно. Будем дальше осваивать эту комнату с камином. Мусорка. А в ней газета. 75-летней давности. Ну, давай, фокусируйся. Не, не хочет. Да, камера тоже. Вот. Видно надписи. Вряд ли. А тут еще получается еще и ответная часть. Тут какой-то рисунок. А ну-ка, срочно. Ой. Да, что-то нарисовано. Я не знаю. Видно, не видно будет. Вот какой-то рисунок. Да, привет. 70 с лишним лет лежит вот так вот в земле. газетка. Ладно, уйди. Дальше копаем. А, скаморадом тут роем помоечку. Вот такой вот тубус попался. Ну, это мне на артиллеристов попадался раньше такие. Сейчас. Открою его. Он пустой. По идее. И по весу. Еще одна. Нет, это тоже. А, это тоже? Ну, вот такая пока хуйня. Ну, это... Так. Да, блин. Слушай, он бодрый, Смотри, по-моему, краски вравны, нет? Да. Ну, пустой. Наград третьего рейха внутри нет точно. Извинят. Да. О, пошел. Что-то так. Не, не хотя. Да я его еще лопатой приложу. О, пошел. О, пошел. О, пошел. Ну, вот он в этом месте, блядь. Заплющен. Пепельница, блин, действительно. Медицина. Ну, наконец-то. Ничем не пахнет. Вот такая вот шляпа. Тубус. Ну, ладно. Дальше будем искать. Так, скаморадом продолжаем бить помойку. Ну-ка, что там? Пузыречки. И, по-моему... Ну, там уже их набралось в количестве. А у меня тут ботинок вылез егерский. С подковкой. Ну, конечно, уставший, мягко говоря. Ну... Устал и раздулся. Да. Еще один пузырек. Ага. О, там еще что-то вверх. Или это камень. Нет, вот это красивая бутылка. Длинная. С надписями. Даже что-то сохранилось надписи какие-то. Алкаши. Алкаши. Ладно. Ищем дальше. Вот так, друзья. Закончился наш сегодняшний коп. Находки вы видели. Погодка над нами пошутила. Дождь со снегом опять. Ну, помоечка была неплохая. Ну, в общем, порыли, покопали. Находки не айс. Но все будет впереди. Впереди весь сезон. Всем удачи. Подписывайтесь на канал. Счастливо. Счастливо.